бмв заболела 4 машина сзади нее с подставкой деревяшка у меня дежурная ладно интересно что заболела говорит чуть газку даю какой-то звук странный под капотом интересно берем так болты крепления генератора кладем да че тут странное происходит что-то странное когда меняли генератор видно что с разборки поставили болтики 5,8 ема это пластилин пластилин сталь 3 теперь надо высверлить там сейчас снимем гену достанем там всю либо высверлим либо что короче разбираем посмотрим вот классно у меня подмастерья тут появился эти команды он делает во классно такого да 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 воздушный фильтр снимаем и добираемся до генератора научиться обслуживать свою свою машину и внизу нет болтал как он держится он просто на ремне держится сереженька поэтому надо снять вот эту коробушку еще фильтр давай снимай и быстрее сделаем быстрее домой уедем реалити-шоу за сколько владелец бмв поменяет себе генератор но не поменяет а закрепит так следующим моментом давай отключаю аккумуляторы а болты где где вы болты никого нет а вон там обломан раз и там два вижу теперь берем листочек ручку и зарисовываем как у тебя ремешок стоит я тебе уже натяжитель почти взял бери листок ручку зарисовывать чтобы ты не забыл вот какой у меня студент появился художество нарисовали теперь давай иди туда на ту сторону еще будут заводить так не получилось остатки болтов и болты внизу у нас алюминиевые а вот верху нет тут выкручивается сейчас будем смотреть как верху и крутится у ни у кого нет масла достать тряпочки обратно в мотор зальем живешь зараза блин еще натяжитель там немножко сломали но не мы до нас алюминиевые болты не выдержали она еще раз как ты его учишь расскажи шаг и шаг из выставляете вот так большинство болтов стандартного шага резьбы лишь они без зазора один умный мальчик очень здорово умного мальчика пиш не совпадает видишь молодец но учтивы то что у тебя болты бывают трех шагов резьбы основной вот это скорее всего отличные болты сережку 8 вот таких четыре на этот короткий это им 6 вот такой вот таких четыре ты найдешь я верю а я тут уже забыл вам рассказать историю перед этим это он бмв прошил свою начиповался и вот раз показываю этот стальной болт а те что внизу были но это стальной кусок а вот он алюминий кто-то закрутил тут болты обратно блин одни а они одноразовые можно два раза допускается но лучше не делать три болтика выкрутились один зараза не хочет даже набивал тут насверливал сейчас взяли тяжелую артиллерию приварим сейчас гаечку должно все получиться тем более такой-то подмастерье у меня в работе попытка номер раз у нас еще две попытки если прикрутим на 3 х пошло первого раза мастерство хрен пропьешь хотя попытки были хотят там вот вот она и я и горячий но болты мы нашли все четыре все нормально сейчас будем устанавливать обратно сейчас сережка там помажет алюминиевой смазочкой о внутрь попал попал ну и все попадает на живи 2 чуть выше чуть ниже подыма не попал этот был поэтому он там она не крутится он оживил давай 2 на счету это нижняя да хватит до наживляй нижней тоже надо приподымать потому что он свободно в этих отверстиях берешь на 13 инструмент и закручиваешь а во всем виноват чип тюнинг но прошивается их машина потом генератор отваливается у людей но это стёб это стёб и только ландо отшил ты еще скинь а дата адаптации коробки мы посмотрим как она поедет отсюда но это стёб конечно потому что до нас там лазили а это те не надо железка наверху она ничего не делал по моему там ничего не держал поэтому лишнее будет но даже облегчить бмв теперь будет ехать на все бабки вот такой спонтанный контент ну как ремень мы натягивали я не показал потому что вдвоем это делали 3 у нас нету сейчас снимать 3 убежал есть одна загрузка что в натяжители вон место блестящая хочет фокусироваться как бы тебя найти показать короче куда вставляется т-60 торкс данного шестигранник забивали и поэтому первый раз у меня трещотка и улетела ну потом забили туда нормально торкс все нормально сейчас серёженька до собирает и запустим может быть да серёжка будет работать как часы бмв бмв да этот человек с вагом работает но ездит на бмв бумажку убирай ключи убирай давай запускать зрителя уже ждут а ты еще запустить не можешь 2 серёжка молодчака юмала молодец крещение я тебе газлифт подарю деревянный что там получилось 4 на 4 она это нормально ты главно скинь этот адаптацию по коробке все будет вот и самое главное она доехала собственным ходом к нам обращаем внимание на расход средний 39 5 audi a6 c8 было в легком дтп но уже все сделали и у нас работали пера патроны капота безопасность капот подымает вот так вот сдвигает все в принципе можно постараться и достать вот здесь он стоит не снимая ничего не петлю ничего внизу у нас торкс а вверху у нас вот такая вот фиксатор заглушечка и аккуратно снять все устанавливается вот такая вот штучка безопасность и такое даже можем поменять упаковали то так тут и вот такая коробка плотный такой картон это безопасность итак пера патроны капота мы заменили тут люди утверждали что нужно снимать петли они типа приклепанные но ничего не приклепана к петлям не классно то что при аварию капот дернулся так и он остался целый его даже не зацепила его сместила подняло но главное убила газлифты еще это интересно почему так новые газлифты новые пера патроны с этой стороны конечно немножко неудобно потому что тут воздуховоды и нижний болт крутить было проблематично сделали все установили сейчас надо ошибочки удалить и все будет отлично кстати я удивлялся по поводу коробки которые были пера патроны да а что удивляться и еще удивился больше даже вся коробка выполнена с такой сетки вся во всех частях полностью кто догадается зачем это кто у нас самый смекалисты а все просто пера патрон это взрывчатка и если он рванет вот это все сделано для того чтобы коробка выдержала вообще молодцы молодцы но она стальная обнедненная потому что явно это не медь нас бмв бмв вот удобно стартер меня снял защиту открутил стартер наверное это резиночка короче проблема такая привороте руля начинается какой-то скрежет как консервной банки я тут смотрю пробег где-то 63 тысячи по моему около 65 начал присматриваться на пыльнике отметины получается пыльник загнулся и цеплялся за рычаг и вороте руля он цеплялся за рычаг с одной стороны что с другой стороны сейчас подогнем выровняем что-то попадала и все отлично будет мне еще не нравится вот этого подушечка сейчас покажу возьмем инструмент и что-то это косточка очень слабая прям прям очень давно натерт ее наверно поменять надо мы посмотрим при покупке старых автомобилей всегда обращайте внимание на зазоры чтобы везде зазоры были нормальные там все остальное особенно вот спереди чтоб капот стоял нормально а то бывают случаи говорят не бита не крашена все нормально по зазорам это называется swap tuning была рядная шестерка дизельная а собирается поставить да это вольво где я устанавливал распредвал который раз 5 ломали поставят бензинку тут что-то с ремнем грм случилось это интересно стал узенький узенький форсунка первого цилиндра пытались садить на пакси пол потом заварили дизель 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 ну так вот это все печально выглядит тут бардак оставили мне после выходных чудо 70 какого-то там года карбюраторная бензиновая да вот это чудо тут уже делали немножечко поменяли трамблер ты тут с егоркой владелец варил как бы для датчика давления масла не давление температуры точно вот и хотят поставить вот эту вольву ой что-то вот эти вольво старые мне уже надоели немножечко до говорил надо было 27 сюда поставить тут место 22 и 7 влезет честно огромная подкапотка горю глуши нашли искру давай вопрос к знатокам угадай машину по брелку что это audi не похоже да это вас 2110 я тут вспоминал молодость приоровские зеркала нужно было подключить подогрев как сказала владелица говорит мне там провели уже всю проводку но нужно только подключить до провели еще зеркало с повторителем короче повторитель сюда пустили провода и бросили никто не проводил ничего короче провел я и там и там через штатную кнопку подключил зеркала работают осталось разобраться задним подогревом ну что-то мне подсказывает что здесь контакт оборваны люблю поколение десяток двенадцатых одиннадцатых все на саморезах все отлично магнитола интересно думал с чего это такая магнитола перестала работать этот нашел обрыв что она подключена напрямую к аккумулятору то ладно подключил думаю ну с чего это она магнитола включаем она даже пишет лада веста вот так хольцваген тигуан будем сейчас снимать впускной коллектор и чистить вместе с дросселем я тут немножко обдул стало почище были было много так как будем рассоединять и топливную аппаратуру чтобы добраться снять этот коллектор ну и посмотрим что там внутри у дизеля впускной коллектор снял принципе там и клапана видно и наверно вам не покажу хотя нет вот видно короче там клапана все чисто все отлично все нормально но в коллекторе конечно нагарчик присутствует но самое печальное это у нас на заслонки это вообще нормальное состояние для дизеля игр бросает и вот оно все отложение тут отлично вот это сейчас будем и вымывать трубки игре кстати посмотрел она довольно таки чистая все отлично сейчас все заткну и буду драйвить коллектор с заслонкой ну вот немножко угляда был все вымыл все чистое заслонку теперь видно и впуск чистый помыл все правильно химия творит чудеса чистота залог здоровья можно собирать обратно по итогу все собрано все проверено все работает все отлично на работа кажется быстро ну отмывать пришлось очень долго так что вот так вот дизелек подкидывает сажи хендай в деле короче если снег не слежался и лопата его не шевелили то чистит он прикольно у нас сантиметров 15-20 выпало снега чистит он достойно интересный аппарат никому не надо коробка audi 100 c3 кузов передний привод перестали включаться передачи она у меня тут валяется короче под восстановление единственное что магнитного кольца считываю еще спидометра не будет а внутри больше я не знаю что то никого не интересует данный вид металлолома висваль ты там спрашивал клиентскую зону вот до сиденья которые я делал вот передние задний диванчик петь передние если подключить аккумулятор они двигаются так вот все выглядит получилось я скажу достойно вася тут на батарее не помещается не поймет как так раньше лежал а сейчас не помещаясь давать вот вася попугаю оставь покое вася ты его облизу до дружи с ним не надо его есть бать а Субтитры сделал DimaTorzok